51-летняя Дженнифер Энистон, Дженнифер Энистон, и 56-летний Брэд Питт. Брэд Питт чрезвычайно огорчили своих поклонников, когда сообщили о расставании 15 лет назад. Но, как оказалось, знаменитая пара пыталась воссоединиться. Актеры были женаты 5 лет, пока в жизни Питта не появилась Анжелина Джоли. Узнав об этом, Энистон сообщила, что подает на развод. Однако спустя всего две недели после скандала ее с Брэдом видели вместе. Пара появилась в ресторане Лос-Анджелеса Эл-Аран-Джирай. На руках Дженнифер и Брэда были обручальные кольца. Посетили заведение, очень удивились, увидев, насколько беззаботно супруги себя вели. Они зашли, смеясь и держась за руки. Джен и Брэд выглядели абсолютно счастливыми. Это был настоящий шок. За ужином они не отпускали рук друг друга, рассказал очевидец. Знаменитости хотели сохранить брак. Супруги обращались к специалистам. Они договорились встречаться в надежде на примирение. Даже бабушка Пита считала, что это временный разрыв. Они оба ценят и слишком любят то, что у них есть, чтобы просто это выбросить. Им просто нужно немного времени провести раздельно, чтобы понять, как сильно они скучают друг по другу. «Я молюсь за это», — пояснила тогда Бетти Рассел. Голливудский актер дал надежду на воссоединение, когда пришел на 37-й день рождения Энистон. Но затем ситуация резко изменилась. Брэд отрицал свою измену, но его заметили целующимся с Джоли в отеле Паркер Мэйден, где они участвовали в совместной фотосессии. Он признался, что влюблен в Анжелину. Джен была в ярости и выгнала его из дома, — цитирует слова инсайдеров The Mirror. Роман Брэда и Джоли начался на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Актеры тщательно скрывали свои отношения даже от телохранителей. «Когда мне сказала мама, что прочитала в газете об их романе, я не поверил. Я сказал ей, что этого не может быть, я же с ними целый день, мне видней. Как выяснилось, я бы не прав», — рассказал охранник знаменитости. Анжелина Джоли запретила Брэду Питу показывать детей Дженнифер Энистон. Сейчас у актера роман с молодой актрисой. Джоли пожертвовала миллион долларов детям, лишившимся школьного питания из-за пандемии коронавируса.